К другим темам в Пензе начали выбирать лучший проект для росписи Спасского кафедрального собора. Свои эскизы представили пять творческих мастерских «Лучшие художники страны». Презентация состоялась в первоохраме. Проект оценил и глава региона, и наши коллеги. Митрополит Алексей начинает читать молитву. Один клик и фреска оживает в уникальном мобильном приложении. Его разработали специально для Спасского кафедрального собора. Для этого шьются костюмы, ищутся типажи специальные, подбираются актеры, атрибуты, снимается видео. Современные технологии, позолоченные колонны, насыщенные цвета, витражи – смелый проект столичной иконописной студии Спас. Всего свои эскизы росписи первоохрама Пенза представили пять ведущих в стране мастерских. В основе всех работ – несколько сохранившихся эскизов Кузьмы Макарова. Художника, который расписывал уничтоженный храм. И мы по вот этим вот крупицам пытаемся воссоздать то убранство, которое было в 19 веке. Но в то же время есть некоторые моменты, ведь Церковь Христова уже живет в веках. Скорее всего, тут будут изображения и священномучеников пензенских. Основа одна, а решения разные. У мастерской Царьград, по проектам которой уже сделан пол и лепнина, макеты пронизаны золотыми торжественными оттенками. А в центральном куполе Спас – Всемилостивый. Нам не удалось полностью повторить этот замысел, поскольку немножко изменился интерьер храма. Мы знаем, что храм увеличился почти в полтора раза. Его внутренняя структура немножко претерпела изменения. Но тем не менее, основной иконографический замысел Макаровых мы повторили. Заслуженный художник Алексей Живаев признается, этот проект создавался с особым трепетом. Ровно 40 лет назад он окончил Пензенское художественное училище. На презентации эскизов художники, архитекторы, духовенство, представители власти и общественности. На фоне здесь используется золочение. Вот такой необычный прием. Он не везде используется. То есть разлиновывается как мозаика. Издалека вот эти панно будут смотреться, то есть как будто они выполнены из золотой смальты. По предварительным подсчетам на роспись главного православного храма региона уйдет от полутора до двух лет. Впрочем, победитель конкурса пока еще не определен. Результаты обещали объявить в течение 10 дней. По словам главы региона, возможно, оформлением Пензенского первохрама будут заниматься сразу несколько компаний.